Да ты вообще обижаешься всё время. Кончено. Да. Да чё ты обижаешься-то? Не обижайся. Да хорош. Да чё ты обижаешься? Всем привет. Это... Привет-привет. 20-й выпуск Психотари подкаста. 20-й, чёрт побери. Я опять юбилейный. И следующий тоже юбилейный. 21, я считаю, это юбилей. Это возраст совершеннолетия в Соединённых Штатах, например. Когда можно уже алкоголь на напитках в магазинах покупать. Да-да-да. Но сегодня мы не про алкоголь. А может быть и про него. Как пойдёт. Как пойдёт. Посмотрим. Но мы планировали. Не про него. Мы планировали про обиды. Обиды. Это такая штука, внимание к которой в современном обществе, мне кажется, довольно-таки сильное стало. Обострилось это внимание. Потому как... Потому как... Все кругом обижаются. И обижают. И обижают. И это такая прям проблема большая. Сейчас это всё дело очень такое вот стало сфокусировано на этом внимание. Сейчас мои любимые товарищи-комики очень страдают, что на их шутки кто-то обижается. Страдают. Страдают, да. Потому что им приходится извинения записывать. И сходить в полицию и отчитываться о своих деяниях. Ай-яй-яй. Вот. Ну и вообще в целом, то есть такие вот... У нас начинался наш подкаст с первой темы, которую мы озвучивали, как толерантность. Да, а это антитолерантность. Да, да, да. Это вот как раз... То есть, ну, обидно. К обидам имеет отношение. То есть, не дай бог никого не обидеть. Быть терпимым. Вот. Слушай, ну и к нам, я думаю, не знаю, как у тебя, так или иначе, практически каждый, наверное, пациент или клиент, оказывающийся в психотерапевтическом пространстве, говорит про обиды. Да. Так или иначе. Либо на нынешнего партнёра, либо на старого партнёра. Ну, а чаще, конечно же, на маму. Маму святое дело. Святое дело обижаться на маму. Окей, ну, то есть, тогда, получается, мы, наверное, начнём с того, что вообще, что такое обида-то? Да. Да. Обида – это, как Википедия говорит, я не помню. Вот. Но обида – это крайне негативное чувство, которое является, на мой взгляд, научным. И здесь вот тоже интересный момент. Я думаю, мы сейчас этого коснёмся. То есть, человек, рождаясь, не умеет обижаться. То есть, это негативное чувство, которое сопровождается очень специфическим мимическим изображением. То есть, человек увидишь, сразу видно, что он обиделся. То есть, я не могу это сейчас изобразить. Так, он надувает губы. Надувает губы. Вот так вот руки, наверное, складывает. Да. У него как-то вот могут под... Слушай, я не изображу. Я не буду тебя просить, чтобы ты меня сейчас обидел. Вот. Но мимически это очень видно. Да, он не смотрит в глаза. А внутри, как правило, что он испытывает? Он, наверное, испытывает несправедливость, возмущение, гнев и что? И ещё третье что-то должно быть, по идее. Расстройство. Он огорчается. Он огорчается. Что вдруг? А, чувствует себя непонятым. Ну да. И думает, что он, соответственно, за это возмущён и так далее. И вот по моим наблюдениям, и как практикующий отец, да, я могу сказать, что мне кажется, до трёх лет люди не обижаются. Ну, ты вот это здорово сказал, что в какой-то определённый момент ребёнок ещё не умеет обижаться, да. И я вот всегда вспоминаю прекрасный мультфильм «Головоломка», который про взаимодействие со своими эмоциями. И там, значит, есть прекрасные маленькие человечки, живущие в голове главной героини, которые, собственно, гнев, там страх, значит, отвращение. И почему-то там нет обиды. То есть это не базовое чувство, оно какое-то составное такое, да, и действительно наученное. Вот как мы в этом подкасте часто вспоминаем Евгения Гришковца, которого как раз, по-моему, в «Как я съел собаку» была такая история, что я, говорит, тогда ещё не умел обижаться, но как только ты научишься обижаться, ровно в тот момент ты научишься обижать, да. Мне кажется, обиды – это обиды – это про чувство долженствования ещё. То есть когда, с одной стороны, если мы имеем два человека, да, вот один человек на другого обижается, это означает, что тот, кто обижается, думает, что этот ему что-то должен, ну, тот, на кого он обижается, а тот, на кого обижается, по идее, должен как бы чувствовать вину, да, и чувствовать себя должным. То есть если они сходятся, сходятся эти чувства. Ладно, это я замудрился. Подожди, ну ты правильно сказал-то, я думаю, но на мой взгляд просто есть два варианта обиды. Один из вариантов ты описал классно, да, то есть это, скажем, ну, я бы её назвал, наверное, манипулятивная обида. Да, потому что на тебя кто-нибудь как-нибудь обижался? Естественно. Слушай, ну меня тоже обижались, и вот когда, и часто, я вообще такой обидчик. Негодяй. Негодяй. Обидчик. То есть и когда на тебя обижаются, человек вот это изображает, то, что я пытался показать, но не смог, а ты, напротив, по-любому чувствуешь вину. Ну, да. А вина – это ещё хуже, это ещё хуже, чем обида, на мой взгляд. И ты тут же хочешь очень от этой обиды избавиться. И ты, соответственно, начинаешь делать то, что хочет тот, кто на тебя обиделся. Да. Соответственно, это крайне манипулятивное чувство. И поэтому я думаю, что когда ребёнок маленький, он ещё, ну, мягко говоря, не вкуривает, как можно. Он ещё не до конца понимает, что можно манипулировать. Он не видит двойного дна ещё. Да, он ещё не видит. Он простенький. У него всё просто, хотел сказать мою любимую фразу, украл, выпил в тюрьму, украл, выпил в тюрьму. То есть у него вообще всё просто. Ну, да. То есть у него там, не знаю, радость, страх, печаль, гнев и так далее. А здесь он увидел, ведь это же, скорее всего, копинговая стратегия. То есть если он, скажем, дома живёт, и там никто не обижается, откуда он научится-то. То есть, скорее всего, он там у мамы научился, у папы, у брата, у сестры и так далее. Ну, у меня есть такой взгляд на то, как он учится обижаться. То есть, естественно, он может что-то копировать. А с другой стороны, вот этот механизм сам по себе обиды, он продиктован ещё так вот нейрохимически немножечко, биологически продиктован. Что я имею в виду? Обижаться ребёнок учится. Первый раз ребёнок обижается априорно на родителей. И это много в какой литературе прописано, что первый объект обиды – это, в принципе, родители. Потому что, ну, на других чего им обижаться-то? Ну, какая ситуация возникает? Он по сравнению с родителями маленький и слабый. И родители обеспечивают его потребности. И, скажем, обида первая там какая-то простая, она возникает как та же пресловутая реакция на фрустрацию. То есть он, скажем, хочет что-то, ну, какие варианты, допустим, он там что-то хочет, да, там, в магазине, типа, хочет, хочу вот это, а ему говорят фиг, типа, денег нет, да, это первый вариант. А второй вариант – он что-то захотел, сделал, а ему за это прилетело наказание. Он захотел там сожрать банку в варенье целое, но и съел, ему за это прилетело, так или иначе его фрустрировали. А желание остается какое-то, он изначально, он огорчился, ну, потому что желание не удовлетворяется. А вторично у нас, мне кажется, это довольно-таки биологический механизм, что в ответ на фрустрацию и на то, что мы расстраиваемся, у нас формируется гнев, гневливая реакция. Мы во взрослом состоянии часто этим пользуемся. То есть у нас что-то не получилось, мы разозлились, продавили ситуацию, достигли результата. А так как это родители, ну, они, да, они большие и сильные, ты им ничего сделать не можешь, ты, получается, одновременно и расстроился, и разозлился. И эти чувства, они в тебя застреливают, ты ножкой топнул от бессилия, ты ничего сделать не можешь, ты хоть на них обозлись, действительно, они ничего, ну, с этим, они не смогут, ну, ты не поменяешь, короче, их решение, получается. И единственное, что тебе остаётся, в принципе, с этой обидой, это робко надеяться на то, что родители увидят, как ты обижаешься и изменят своё поведение. Ну, в принципе, то есть изменят своё поведение. Поймут, что были неправы, да? Да, 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 то есть вызвать в них чувство вины, и если ты обижаешься так, что этого никто не видит, то ты хреново обижаешься, ты, ты, ну, это должно быть заметно, вот как ты говоришь, да, хопс, это, либо ты перестаёшь разговаривать, там, уходишь в комнату, ну, то есть это в любом случае должно быть заметно, и должно, и призвано действительно вызвать чувство вины. — Слушай, и тогда получается, если родители почувствовали вину, то эта история срабатывает, да, и мозг маленького ребёнка говорит, что работает, в следующий раз я проверну такую же историю. А если родитель не чувствует вину, то есть тогда, по идее, человек может сказать, что, слушай, фигня какая-то, не работает моя обида, и, может быть, не станет таким обидчивым. То есть моя гипотеза, что, ну, я думаю, что я не там не открою какую-то Америку, если скажу, что наиболее обидчивая личность – это истероидная личность, мне думается, да, потому как они вообще в чувствах все, и истерики достаточно часто обижаются, они сотканы из обид. И, то есть, грубо говоря, тогда получается, что, будучи маленькой, там, девочкой, мальчик-истерикой, они там обижались, и родители тут же, ну, так скажем, подыгрывали им. Ну, не подыгрывали, то есть удовлетворяли их, соответственно, желанию. — Ну да. — Обаньки. И вот, то есть, и получается, самый обидчивый, наверное, это самый залюбленный человек. — Очень в кавычках. — Ну, в кавычках. Ну, соглашусь. Ну, то есть, желания которого удовлетворяются всё время, скорее всего, да? — И манипуляции, вот не открытая, там, просьба или какие-то разговоры, а вот именно такие манипулятивные желания. Так вот, отходя от темы, мне нравится то, что я сказал, что истероид действительно обижается, и мне кажется, что вот если так вот идти по нашей любимой, там, типологии личности, так или иначе, каждый личностный тип страдает от какого-то сильного жгучего чувства, от какого-то принципиального, да? Там, истероиды от обид, да, действительно, трудно себе представить более обидчивых, там, да, нарцисс, это стыд, да, тревожные от тревоги, там, ну, в общем, действительно, все мы люди от чего-то, от какого-то чувства так или иначе страдаем. — И именно, получается, только-только я подумал, от рэкетного чувства, да, никто не страдает от аутентичных чувств радости, печали, гнева, боли и страха. Ну, вернее, кто-то страдает, но они не заставляют мучиться, а здесь именно рэкетные чувства какие-то, да, там, шистоят от одиночества, например, да, желая при этом его избежать, но не позволяя себе это преодолеть. — Окей, слушай, ну, а если мы сказали, что истерик — это самый обижающийся тип, а какой же тогда самый не обижающийся, интересно, антисоциал? — Антисоциал, да. — Определённо. — Антисоциал, вокруг него, его хоть об обижай, он обижающий, и он умеет этим чувством сто пудов манипулировать, да, каким-то образом, если есть обида, то она как бы осознанная, то есть он показывает специально, чтобы добиться своей цели, да. — Наверное. — Или, может, вообще их не испытывает, что я не видел обидчивых бандитов. — Но обижать умеют очень сильно, и обиду считают за слабость, в принципе, антисоциал часто давит на эту обиду, он, если за неё зацепляется, если он видит, он сразу начинает давить, продавливать туда. — Он начинает дожимать. — Слушай, ну, это вот первый тип, о котором мы с тобой проговорили, ну, опять же, в моей внутренней классификации, то есть манипулятивная обида, а есть же ещё обида из-за неоправных ожиданий. То есть когда, ну, это чаще, я думаю, наверное, у взрослых, то есть когда приходит на приём женщина или где-то в разговоре, в разговоре, там, в каком-то, не знаю, застольном разговоре сталкиваешься, что вот он мне, значит, шубу не купил, а он даже и не знал, что она шубу хочет. Да, то есть она что-то там подумала, что-то там прикинула и, соответственно, начала обижаться на то, что человека не знает. То есть, опять же, это истероидная история, но здесь она не совсем, может быть, манипулятивна. Хотя, да, с шубой, чёрт, похожая история. Всё, что угодно может стимулировать чувство обиды, не только там неоправданное ожидание, там, и какое-то поведение, да, какие-то там проблемы с памятью и так далее, да. Я чаще всего сталкиваюсь... Слушай, может быть, даже смерть, уход человека, то есть он уходит, да, и на определённом этапе прощания... На стадии гнева, да, когда, чёрт побери, что ж ты не предупредил-то, что ж ты сегодня-то решил помереть, мы не подготовились, да. Да, и психотерапия, и психология учат нас задавать вопрос, зачем. Если воспринимать обиду как некий такой симптом, то по отношению к нему тоже можно задаться вопросом, а зачем же люди обижаются? Ведь мозгом, рационализируя ситуацию, мне кажется, все понимают так или иначе, что раз... Ну вот это же достаточно понять, что обиды возникли в детском возрасте, когда ты чувствуешь себя маленьким и слабым, а кого-то большим и сильным. И тогда действительно ты можешь обижаться, но здесь же, скажем, в взаимодействии взрослых двух людей, вы же на равных. Нет такого, что, во-первых, кто-то тебе что-то должен, нет такого, что ты слабее того, на кого ты обижаешься, да. Но, тем не менее, ну вот такая рационализация там, она же, ну, не работает просто. Вообще не работает. Пример тебе приведу, ну, мои любимые друзья алкоголь... Ну, не друзья, в смысле, мои любимые клиенты алкоголя. Скажи мне, кто твои друзья. Так, ну, я не знаю, сколько раз в день я говорю такую фразу, да. То есть, приходит жена, говорит, он пьет. Так вот, обижена. Он говорит, да, пью. Вот. И чем больше она обижается, тем больше я пью. Так. И я говорю, слушай, жену оставляю в приватной беседе. Я говорю, а что ж ты на него обижаешься? Ну, он же пьет. Она мне отвечает. Я говорю, слушай, ну, алкоголизм это же болезнь. Она бы... Ты бы обижалась, если бы у него была, например, пневмония. Ну, или там, не дай бог, геморрой какой-нибудь. Ты бы обижалась на пневмонию или геморрой? Она говорит, нет. Я говорю, а что ж ты на алкоголизм-то обижаешься? Это такая же болезнь. Это не болезнь. Это он дуркует, как правило, да. И очень много... Там очень много обид. Он мне обещал, что больше не будет пить никогда, что пойдет закодируется. Но взял и сорвался опять, да. И там столько обид. А не так давно, буквально прям несколько часов назад, я разговаривал как раз про обиды. И сам зависимый рассказывает. Говорит, я коплю их. Я коплю эти обиды ровно три месяца. Вот я, говорит, три месяца не пью, мне не хочется. У меня все хорошо. А потом я, говорит, начинаю их копить, 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 копить. И вот я их ровно три месяца коплю. И вот через шесть месяцев от предыдущего запомнил, говорит, все, говорит, твари, говоря про свою жену и ее маму. И она ему кто? Теща. Я вам сейчас покажу. И начинает выпивать. А вот говорит, она еще при этом до стакана довела. Довела, да, да, да. Совершенно верно. Это ты меня довела. При этом жена тут же переключается. Это вот в нашей любимой игре алкоголик, да, который... Почему мы так часто говорим про алкоголиков? Потому что алкоголики, это как дрозофилы в биологии. Потому что их много, и они очень предсказуемые, да. То есть ты взял две дрозофилы в биологии, и они очень ясны, что они будут плодиться очень быстро. И понятно, что будет с ними. Там генетик можно изучать. Вот. А с алкоголиками такая же история. Они очень предсказуемы и понятны. И плодят себе подобных. Плодят себе подобных, да. Так вот, там все соткано на обиде. И если вдруг, вот я всегда спрашивал зависимых, ну, часто спрашиваю, я говорю, слушай, а что может спровоцировать твое употребление алкоголя? Он говорит, если вот она, показывая за дверь, когда я же здесь сидит, жена говорит, она на меня обидится. Вот если она обиженная, то... А я же не могу подойти спросить, почему она обиженная. Я же гордый. Я пьяный и ордый. Да, то тогда я, соответственно, лучше выпью, чтобы после выпивки я чувствовал вину, и она начала меня пилить, и потом мы померимся. То есть у них вот такой мощный очень механизм. Было бы за что. Он даст ей настоящий повод на него обижаться. Да, 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 да. Самый настоящий повод. Они поиграют в свою игру. А я вот начал говорить про вопрос, зачем. То есть зачем обижаться. Почему? Потому что если бы было всё так просто вот с этой рационализацией, ты понимаешь, что, ну да, обижаться не стоит, то ты бы взял бы и от этого отказался. Успокоился, да. Но ты просто так не можешь от этого отказаться, отпустить. Есть ощущение, что люди цепляются за обиды, что они им дорогие, эти обиды. Как бы вот они иногда в них влюбляются, в эти обиды. Сам им очень плохо их ощущать. Вообще не нравится, но отказываться от них не спешат. Почему? И когда начинаешь в этом ковыряться, часто оказывается, да, что обида, это такая, по сравнению там с жертвенной, для позиции жертвы она довольно выгодная. Потому что в обиде ты можешь найти виноватого, переложить свою ответственность на кого-то, да. Ты можешь чувствовать свою собственную праведность. И скажем, если, например, ты просто так возьмёшь там, типа решишь не обижаться, то тебе же получается сразу же надо ответственность на себя принимать, да. Нет, ты будешь ковыряться, ты будешь искать причины. И по большому счёту человек имеет право обижаться. Ну, факт, он имеет право обижаться. Ничего особенного в этом нет. Но это самая обида. Единственное, наверное, что в ней есть плохого, потому что она мешает двигаться вперёд до того, ну, просто не может человек принять на себя ответственность. То есть он её перекладывает, он ищет виноватого, она и остаётся. Слушай, ну, во-первых, чувство очень токсичное, да, и поэтому ты уверишь правильно, что оно там не даёт двигаться. Многие умирают от обиды, да. Одна из психосоматических теорий говорит, что рак чаще развивается у обидчивых людей, потому что как обиды разъедает человек изнутри, так и опухоль злокачественная тоже разъедает. Вот. На самом деле, если человек перестанет обижаться, то ему придётся... Не просто ему придётся, да, если он привык обижаться, потому что это нужно быть аутентичным и искренним. Да. Да, и делиться истинными чувствами. А через обиду эта история, ну, это проще. Да, обиделся, там что-то поиграли, и обида служит, то есть в этом контексте, судя по всему, структурированием времени. Да, так себе развлеченица, значит. Да, действительно, это служит структурированием времени, как любая игра, то есть вот, значит, игра предполагает, значит, классические вот эти... У нас есть подкаст про игры в целом, да, мы можем оставить на него ссылку, а так, то есть вкратце, игра предполагает классические ролевые позиции жертвы, преследователя, спасатель, да, и действительно обида там возникает, то есть жертва обижается на преследователя, спасатель, становясь жертвой, обижается на то, что его не оценили, когда он спасал, да, другой там чувствуя вину, и продолжается вот эта вот игра. Игры, они служат, собственно, каким целям-то вообще? Игры и обиды в том числе, они служат действительно структурированию времени, избеганию близости, перекладыванию ответственности, собиранию негативных купонов чувств, да, так или иначе, как, вот для чего? Для того, чтобы дать себе разрешение бухать, вот как-то в случае с этим мужчиной, да. А зачем же, ну и подтверждение сценария, да, что, скажем, родители своим примером научили тебя, что мир несправедлив, тебе надо как-то это доказывать, или, например, они научили тебя, что все мужики козлы, правильно? Правильно. Так же? Ну все же мужики козлы. Получается, что если не козел, значит, не мужик, вот, а если полкозел, то надо, значит, сделать из него полного козла, чтобы он тогда мужик был, чтобы на него обидеться и сказать, мамка была права, вот. В целом, вот. И подтвердить несправедливость этого мира, несчастность женщин, которые вынуждены существовать, с этими козлами, вот. Подтвердить это все. И вот про сценарий у нас тоже отдельный подкаст, и тоже можно к нему ссылать. Значит, почему и зачем нужно подтверждать сценарий? Потому что если вдруг окажется по-другому, и не надо обижаться, то это же космос. Как жить-то? Как жить-то непонятно вообще. Кого винить-то? Ну, непонятно. А я тут, знаешь, что-то ты начал говорить, а у меня мысль пришла, на что чаще обижаются? Вот мне кажется, я не замерял, но по моему обидометру, самое частое люди приходят на приемы, говорят, я обижен был больше всего. Ну ладно, там били, не разговаривали, это фигня на родителей. А когда меня начинали сравнивать? Меня начинали сравнивать с Петей, с Васей, с кем-то, с соседом, у которого пятерка по географии, у тебя трояк. Да, и ты там, понятно, что родители делают это изначально, судя по всему, с благой целью. Ну, скорее всего, родители же не садисты, но в основной своей массе. И что, ты поспорил? Как это посмотрел? Окей, то есть, ну они в основной массе не садисты, они говорят, что слушай, чтобы ты подтянулся, чтобы ты увидел, как у Петька там, не знаю, в лобу с пальцем тыкает. Классно. Я думаю, что они делают это не специально, но целенаправленно все-таки. Нету здесь, не, понятно, что благими намерениями дорога в ад выслана. Понятно, что они из-за блага делают, но мне кажется, что бессознательно они уже вешают просто свой сценарий, дальше передают. То есть, их с кем-то сравнивали, и они с кем-то сравнивают. Однозначно. Но при этом, что может почувствовать ребенок? Что меня можно любить, только если я, как Петька, буду разбираться в географии. Или если я там, как Маша, буду глазами стрелять. Я не знаю, с чем обычно сравнивают. Ну, с чем сравнивают обычно. И потом, вот я, кстати, вот мне интересно, я всегда спрашиваю, а ты помнишь имя человека, с которым тебя сравнивают? 100% людей помнят имя того, с кем его сравнивали. При этом могут не помнить имен одноклассников, там еще кого. А вот с тем, с кем сравнивали, всегда помнят. И многие люди говорят, ну, у меня-то жизнь удалась, в отличие от вот этого Петьки, Машки там и так далее. Жизнь была на зло этому Петьке. На зло Петьке он выстроил. Ну, и сидит на приеме у врача-психиатра. Этому жизнь его удалась. Про врача-психиатра, про приемы у врача-психиатра у меня тут вышел. Анекдотичный случай. Ну-ка. Да, один клиент выходит от меня, психотерапевтический клиент, и встречает свою одноклассницу, бывшую, которая, собственно, сидит у меня уже в очереди. И она ко мне же заходит. И они на коротке. Значит, он говорит, «Привет, как у тебя дела?» «Хорошо, хорошо». И потом он заходит ко мне и говорит, «Нормальная ситуация. Встретились в кабинет психотерапевта. Как дела?» «Хорошо, хорошо». Послушай, вот мы проговорили про избегание ответственности, и с этим, в принципе, все понятно. Несмотря на то, что ответственность – это важная составляющая свободы, и если ты несешь ответственность за свою жизнь, то ты по-настоящему свободен, так или иначе, в голове это укладывается не сразу. Некоторые говорят, «Ты что?» мне один сказал человек, «Ты что?» «Доктор, с ума сошел?» «На самом деле, свобода – это безответственность». А я говорю, «Нет, ну нет». Давайте посмотрим. Ну, да. И с ответственностью, ну, все понятно. То есть, ответственность нести тяжело. Это, в конце концов, ответственность звучит как… Ой-ой-ой. Хотя ответственность-то, она заключается, самое главное, вообще-то говоря, в заботе о себе. Начнем с этого. Ответственность, первая твоя ответственность, да? Твоя жизнь. Это твоя жизнь. Она заключается в том, насколько хорошо ты живешь и насколько ты эффективно удовлетворяешь свои потребности. Вообще ничего трагичного в этом нет. Вообще замечательно. Блин, ну да. Просто потом она расширяется, да, становится. Потом там ты за кого-то еще ответственность несешь. Но многие же люди, к сожалению, в силу, так скажем, не люблю слово инфантильности, поэтому скажу, в силу котексиса детского эго-состояния. Сказал, как отрезал. Как отрезал, да. Очень тяжело же ее принять на себя. Всегда же достаточно просто сказать, что это вот он, вот он сделал из меня меня. Или он, она хотела сделать из меня его, а сделала меня. Да. В плане ответственности, в плане, в плане, да, ответственности, здорово отпускать обиды. Почему? Потому что, если ты принимаешь тот факт, что, ну, допустим, тебя обидели, допустим, кто-то был неправ даже, там, по отношению к тебе, но на данный момент это исправить же не получится, а ты живешь, как будто бы в прошлом, исходя из того, что ты уже на себя нацеплял. Это вот такой, детерминизм такой, типа, с собой тащишь какие-то причины своего поведения, да, а твоя задача оказаться в состоянии здесь, сейчас, да, и быть включенным в действительность, в общем, да, в процессе. Чувствовать, радоваться, жить вообще, да, чтобы не жить где-то там в прошлом. Окей. А вот был, значит, такой у нас пункт про, когда люди играют в игры, они избегают близости. Так зачем же ее избегать? Мы же так все хотим близости. Зачем близости избегают? Страшно. Почему это страшно? Страх близости. Страх, могут сожрать. Так, так. То есть, могут поглотить, и, ну, здесь вопрос, что близкие отношения, к сожалению, очень непривычны, я думаю. Да, то есть, очень часто играют в игры люди, которые вообще из замороженных семей. И, да, вообще мы все играем в игры, но здесь не выкрутишься. Здесь страшно открыться, да, если ты открылся, значит, ты можешь быть поврежден. И, то есть, ты не, грубо, я думаю, что здесь страх близости, из-за чего, что ты до конца можешь не доверять своему оппоненту, если ты доверишь, что тебя могут повредить. Поэтому лучше мы поиграемся, мы пообижаемся и так далее. Кстати, вот мы сказали про истериков, что они часто обижаются, параноики тоже очень часто обижаются, да, это как раз параноидная проекция, и есть вот эта вот обида, это один из вариантов параноидной проекции. Ну, то есть, близость, во-первых, близость, это довольно энергозатратный процесс. Ты, когда по-честному открываешься, то есть, понятно, что по итогу близости ты действительно наполняешься, наоборот, да, ты получаешь ресурс. Но, чтобы в нее вступить, это же тебе надо в моменте отказаться от игр, там, посидеть, как ты в прошлом подкасте, или там позапрошлом, наступить себе на хвост, на свою гордость, это энергозатратная такая история в целом. Плюс близость, она действительно, она непредсказуема. К тому, как в играх ты знаешь, что будет. Да, ты знаешь, вот это, наверное, самое главное. В игре всегда есть правило, и всегда ясен конец. Всегда есть на расплату, всегда известен выход из игры, как алкоголик, расплата всегда в одном похмелье, и через какое-то время, там, не знаю, разговор с примирением и так далее. То же самое, и в других играх, скорее всего, да, наверное, здесь предсказуемость. Предсказуемость, да, то есть, бог с ним, с алкоголиками, а вот там, ну, не знаю, семейные игры, какая-нибудь самая простая, игра в скандал, скандалы бесконечные, которые ни к чему не приводят, которые начинаются и заканчиваются взаимными обвинениями. Они пообвинялись, пообвинялись, хлопнули дверями, разошлись, и друг другу все бесконечно должны, но зато близость не состоялась. А если бы состоялась близость, и, скажем, там, жена бы сказала мужу, что на самом деле, ну, мне хочется, там, чего-то от тебя, там, да, то есть, ну, сказал, или, например, она сказала бы, как она себя чувствует по-настоящему, да, она как бы рискует непредсказуемостью, потому что, когда она ругается, она знает, чем это закончится, а когда она открывается, она не знает, чем это закончится, и никто не знает, чем это закончится, потому что там есть настоящий человек, который по-настоящему услышит, если услышит, А может ведь не услышать, да, то есть он может продолжить игру, он может взять и твои вот эти вот вещи, ну, настоящие искренне использовать против тебя и надавить на тебя, и сказать, да ты вообще обижаешься всё время. Конченное. Да. Вот, и тут он тебя, конечно, ну, повредит, а потом ещё, скажем, есть какой-нибудь, допустим, принципиальный вопрос какой-то вот в семейной паре такой, который каждый боится обсуждать. Почему он боится обсуждать, почему он его боится вносить на повестку дня? Потому что он может наткнуться либо на непринятие, либо на принципиальные разногласия какие-то. Вообще в мировоззрении. Вообще, да, то есть у нас не получится на этот счёт договориться, и это страшно, потому что это, ну, что нам, придётся... Разойтись. Может быть, разойтись, что самое страшное. А пока мы об этом не говорим, ну, давай мы будем ругаться. Это предсказуемо, это замораживает такой патологический стабилизатор, такой вот эти конфликты, игры, да, и такие семьи могут существовать, там, десятилетиями, когда ты видишь там... Пока не бахнет. Ну, да, да, да. Либо это, то есть это всё равно, я думаю, что если этих обид очень много, то они в итоге всё равно бахают. Они бахают либо каким-нибудь психосоматическим расстройством, да, либо, ну, не знаю, каким-то мощным скандалом, срокоприкластом, там, ещё с чем-нибудь. Ну, вот, да, по поводу расстройства психосоматического, у Берна, да, была описана игра «Видишь, как я старался». Там тоже есть обиды, там, значит, есть главный герой, например, там такой пример, главный герой – мужчина, который работает на каком-то очень тяжёлом производстве, где ему дико тяжело работать. В связи с этой работой, с переживаниями эмоциональными, физическими перегрузками, он заболевает, там, язвенной болезнью, например, там, желудка, да, и дальше игра превращается в... Ну, у игры есть несколько вариантов развития, несколько уровней тяжести, да. Первый вариант, когда он об этом говорит жене, что вот он заболел, да, и она его там жалеет, и он таким образом получает разрешение больше там не работать. Хотя, в принципе, он мог бы и сам давно уйти, если бы мог взять эту ответственность на себя, но он не может, он боится стать, там, плохим человеком, невнимательным отцом, там, ну, чем угодно. Вот, то есть, как бы боится вот этого такого осуждения, да, потом... Ну, и, значит, и либо он, допустим, не говорит об этом, нет, либо он говорит об этом жене, но сам продолжает работать. Кстати, это следующий уровень этой игры, он продолжает там работать, при этом периодически чувствуя жгучее чувство обиды. Она заставляет его туда ходить. Да, я бы хотел уйти, но я вот здесь сижу, и он обижается на всех, на весь свет, на работу, на начальника, на всех, там, значит, ну, и ждёт там следующего, может быть, обострения, там, значит, или просто приходит, и каждый раз это в качестве аргумента своей значимости, на самом деле, использует. То есть, смотрите, как я работаю, я заработал на этой работе язвенную болезнь, там, да? Ипотеку язвенную болезнь. Да, если ему задать вопрос, а ты знаешь, что можно было по-другому? Он скажет, нет, нет, по-другому нельзя, ты чё, все так пашут, там, да, у него есть эффект такой изоляции. Ну, а третий вариант, он просто умирает на работе. Да, третий вариант, он никому об этом не говорит, он жене об этом не говорит, он только лучшее, что, там, он может от себя оставить, это предсмертную записку после очередного, там, обострения, что вот так, мол, и так, жил, работал. Умер. Отец, сын, муж, ну да, типа, умер, но при этом, смотришь, а это обида, обида настолько, настолько страшна, может быть, что она действительно может довести не только до психосоматического заболевания, но и до трагических исходов. Как мне один наш коллега как-то сказал, чё, говорит Андреич, работаешь, всё, ну, давай, давай, до первого инсульта, до первого инсульта. Так вот, я сейчас слышу немой вопрос от наших зрителей, фактически через камеру, чё делать-то мы будем с этим, да, что делать мы с этим будем, с этим токсическим чувством обиды, что делать? И я бы, наверное, ответил, просто не получится, всё как всегда, мы всегда всё осложняем, но очень просто было сказано в одном из фильмов отечественных, я сейчас не помню, как он называется, обиду надо простить. Мама, я готов вас простить, но по пунктам. Простить мама, значит, понять, я готов вас понять, но по пунктам. Так вот, ну, как мы с этим работаем, не знаю, как ты, как я с этим работаю, много говоришь насчёт обидчика. Смотри, если, да, ты много говоришь насчёт обидчика, то, во-первых, точно нужно обиду признать. И точно не, ну, как бы, что значит признать? Принять её. То есть, точно не имеет смысла говорить, да чё ты обижаешься-то? Не обижайся! Да хорош, да чё ты обижаешься? Ну, точно не имеет смысла, и об этом говорят тоже вот эти вот современные тренды в обществе, да, к обидам стали действительно внимательно относиться. И это продуктивно, по факту оказывается. Когда их принимают, их можно и простить. То есть, да, действительно долго говорить про обидчика, высказывать эти обиды, да, терапевтическое письмо написать по обиде, да, обижаюсь за то-то, за то-то, за то-то, и почему, да, ну, до тех пор, пока чувство само по себе, это чувство не уйдёт, не освободит тебя. Оно либо со временем может, скажем, облегчиться, да, либо действительно, услышав какие-то вопросы в свой адрес, наш клиент, он, это же, мы же по большому счёту просто уточняющие вопросы зачастую задаём. И чем больше, то есть, человек понимает, что, слушай, это не просто, он хотел меня унизить, оскорбить обидчик, да, что оказывается у него могла быть какая-то другая мотивация. Да. Когда за этим уже идёт, когда после выражения чувств идёт понимание, когда присоединяются мысли, да, когда, в общем, инсайт, значит, и объяснение, рационализация поступков другого человека, ну, затем следует реакция поведенческая, да, то есть, человек меняет своё поведение, потому что раньше его поведением руководили обиды, сейчас он без этого. Мне понравилось, как Артём Николаевич у нас крупно говорил по поводу обид, очень здорово, в плане, говорит, есть социальный алгоритм прощения. Если кто-то тебя обидел, значит, это значит, что он нарушил твой внутренний закон. Он, может, не знал, что у тебя такой внутренний закон был, может, не знал, но у тебя он был, значит, и что он должен, соответственно, сделать человек, который тебя обидел. Человек, который тебя обидел, первый он должен попросить прощения. Прося прощения, он, как бы, делает тебе шаг навстречу и принимает твой внутренний закон, да? То есть, он не может говорить, да я тебя не обижал вообще, он его, ну, так обычно же происходит. Нет, он может так. Часто же так происходит, да? Постоянно. Я что, обижал тебя, что ли? Да что ты обижаешься на всякую фигню? Не выноси мне мозг, что ты своими обидами мне мозг выносишь. То есть, первое, это попросить прощения. Вот этот пункт замещается у нас в индивидуальной работе. Чем? Мы же не можем заставить попросить прощения человека, на который он обижается. Мы не хотим сюда тащить маму, на которую человек обижается. Мама к психологу не приходила, она вообще не... Ну, как бы, ее... Она, к сожалению, не могла уже умереть. Либо так, да? Либо что ее лишний раз повреждать? Мы можем здесь, да? То есть, это выражение чувств. Даже если мы ее притащим, зачастую мама и не вспомнит, что она обидела. Ну, да. Она же не знала об этом, да? Она могла просто тупо не знать и забыть. Да. Ну вот, первое, значит, это попросить прощения должен. Значит, второе, объяснить свое поведение. Объяснить, почему ты так поступил. В психотерапевтическом процессе это происходит как раз на инстапе инсайта осознания. Когда мысли становятся доступными, человек рационализирует поведение. А если в случае с родителями, например, там вообще интересная штука, потому что, как я заметил, да, часто там или чаще всего, ребенок обижается на того родителя, на которого, капец, как похож сам. Вообще дико похож. Сапуха. Да. И он, и ему, в общем, по факту оказывается просто рационализировать, ну, в кавычках просто, он потом идет как бы как по накатанной. Стоит ему только начать. И он по себе, судя, может, ну, как бы вычислять мотивацию поведения того родителя. Потому что они похожи, капец как. Ну, очень похожи. Ему довольно просто. Так, значит, объяснить свое поведение, да. И третье, понести наказание. Понести наказание. Человек, который, значит, ну, и наказание какое может быть? То есть человек, который обижается. Розги. Прекрасно. Человек, который обижается и который это не проговаривает, он и так уже наказывает того, на кого он обижается. Ну, да. Потому что обидчик несет вину в себе, да. Он обижается вот этим давлением на чувство вины. Он обижается, ну, чаще всего игнором. Не буду с тобой говорить. Молчать буду, да. Или на близость не пойду. Просто. Это же уже как бы наказание такое другого человека с вами. Потому что как для ребенка нет страшнее наказания, чем его заигнорить. Да. Как китайская пытка. Перестать с ним разговаривать. Ужасно вообще. И здесь тоже, да, такая. То есть он его уже наказывает. И там уже кто кого пересидит. Кто кого пересидит. И тут я недавно тут разговаривал об одной истории, когда три года уже люди друг другом не разговаривают. И тут не факт, что заговорят. Ну, тут вот. Только. Ну, бог им судья. Да. Вот. Но хуже всех, что хуже всех ребенку, который между этими двумя неразговаривающими родителями находится. И это, конечно, большая проблема. Окей. То есть понести наказание, да. И, соответственно, понадеяться, что наказание изменит поведение. Что, опять же, вот это наказание, оно в терапевтическом процессе, опять же, ну, не можем мы так к этому прибегнуть. То есть, хорошо, если пара пришла, пара. И мы накажем. И мы выбираем. У меня буквально так и было. То есть мы прям там. Один человек обижается. Ты виноват. Ну, тут же вообще не важно, кто виноват. Один обижается, это уже критерий того, что его обидели. Обидел, значит, он говорит, обидел. Распишитесь. Да. Ну, чем обидел? Тем-то, тем-то. Окей. Прощение попросишь. Простите, пожалуйста. А вот, а почему так поступил? Объяснил. Хорошо. Вас это удовлетворяет? Есть еще обиды? Есть, если честно. А как бы нам его наказать? Что? Чтобы, значит, у вас обида прошла. И придумывают всякое. А еще я слышал раз тоже на мое предложение наказать, значит, обидчика. Был сказано. Слушай, я его, честно говоря, уже так наказал. Я ему мозг выношу уже целый год. Будем считать, что уже наказан. Хватит. Слушай, ну, вот интересно. Я вот что-то к наказаниям как-то обычно не прибегал никогда. Работают наказания. То есть, это же как в тюрьму посадить. Ну да. То есть, есть преступление, есть наказание. Не все же преступники, выходя из тюрьмы, прекращают воровать, грабить и убивать. А все ли обидчики, пройдя наказание, перестают обижать? Вряд ли, наверное. По крайней мере, они задумаются, мне кажется. То есть, им становятся понятны причинно-следственные связи какие-то. И, возможно, они задумаются. Так вот, мы же не можем наказать, скажем, маму, не присутствующую в процессе вообще. И в таком случае приходится тоже прибегать к рационализации своего рода, что, по сути, наказывая молчанием и избеганием близости свою маму, ты себя больше всего наказываешь. То есть, ты же больше всего страдаешь от этого. И, скажем, отпуская чувства, приходя к инсайту, озарение, упорядочивание своего внутреннего ощущения, в общем, уже и наказывать никого не надо. И поведение изменяется. Ну, вот, возвращаясь к моей реплике, точнее, реплике из кинофильма, да, простить, мам, значит, понять. Я готов вас понять только по пунктам. На мой взгляд, классно работает ген-социограмма, да, потому как, то есть, чтобы зрители понимали, то есть, мы рисуем семью, как на биологии, да, там мальчик-девочка, вот эти вот кружочки-квадратик, умер живой и так далее. И в процессе вот этого рисования, как правило, люди помнят, там, до бабушки, может быть, максимум до прабабушки, некоторые чуть больше. И в процессе вот этого рисования и рассказывания про свою семью, там начинаются инсайты другого круга. Начинается понимание, почему вдруг мама, там, или папа так себя вели в детстве, да, и, скажем, после этого, то есть, я уже, я поняла, оказывается, я понял. Почему я сказал поняла, не поняла. Ну, потому что чаще женщины, мне кажется, обижаются. Я поняла, почему мама себя так вела, да, потому что она по-другому не умела, потому что её моя бабушка обижала, а мою бабушку прабабушку обижала, да, и, соответственно, вся эта рационализация многим начинает помогать. Ну, то есть, по крайней мере, я, когда я понял, что это делалось не специально, да, человек думал, делать не специально. Да, это очень важно, что делалось не специально. Даже если, то есть, вот у нас был прямой эфир по поводу манипуляций, в котором говорилось, что человек, который манипулирует, он же не осознаёт, что он манипулирует. Если он не кончен, я не социал, да. Да, то есть, это же несознательная такая игра, и, ну, истина-то в том, что злодеев нет. Нету злодеев, никто не хочет быть злодеем и угнетать. В идеальном мире живёшь. Ну, нет, у всех есть причины, всё можно понять, у всех есть причины, как, да, дочка моя говорит, нет, говорит, злых собак. Бывают собаки, которых обидели, они сами их обидели, да, поэтому они стали злые. Ну, в общем, я к тому, что просто, что злодеев не бывает, на самом деле, что, да, за каждым злодеем стоит. Собственная трагедия какая-то. Да. Ну, то есть, тогда получается, что для того, чтобы справиться с обидами, нужно всего лишь одно. Нужно с кем-то поговорить. Нужно поговорить, да. Одно, но с обидой внутри башки тяжеловато жить. Осознать или принять сердцем, что мало того, что злодеев нет, но вообще, чего мы все хотим? Мы вообще хотим, чтобы нас любили, уважали. Все, и мам-то тоже хочет, чтобы её любили, уважали, и ты. И мы все хотим, если мы все хотим близости, приносящие удовлетворение, что будем тратить жизнь на обиды? На обиды. Красиво сказал, черт побери. Слушай, ну, а я в процессе наблюдения, наверное, за собой заметил, что, вот как мне кажется, это я, наверное, в преддверии дня рождения своего, заметил, что я вообще с возрастом начинаю всё меньше и меньше обижаться. И я думаю, что, с чем это связано? Ну, во-первых, с тем, что мы такую фигню иногда в кабинетах своих слышим, что то, что в нашей жизни происходит, это вообще не обидно, как мне кажется. Вот, ну, а на самом деле, то есть, чем больше, наверное, у тебя какого-то опыта и принятия приходит, ты, наверное, начинаешь обижаться всё меньше. То есть, вот моё подозрение, что, подозрение может быть наблюдение, что маленький ребёнок до трёх лет, как правило, вообще не обижается, потом он научается. А если он научился, он начинает этим инструментом пользоваться и, ну, инструмент плохо сказал, то есть, начинает это чувство испытывать. Потом, достигая какого-то, набираясь какого-то опыта, он, ну, наверное, начинает меньше это испытывать чувства, но погружаясь в старость, да, он может начать обижаться ещё сильнее, чем он обижался всегда. То есть, я думаю, что многие замечали, скажем, обидчивость пожилых людей, обидчивость и ранимость пожилых людей, да, из-за того, что им кажется, что они уже как будто бы никому не нужны, хотя вокруг них огромное количество людей, там все им памперсы меняют, ну, там, не знаю, всячески ухаживают и так далее. То есть, у пожилых же формируется так, ну, эгоцентризм достаточно мощный, и чем более эгоцентричен, наверное, человек, тем больше он, тем сильнее он обижается. То есть, и здесь, кстати, ещё про возрастные изменения, ну, я не про деменцию говорю. Так это же, вот я тоже думаю, так это же имеет органическую природу, человек, тем больше, может быть, тем больше обижается, тем больше злится, раздражается, чем меньше у него сил сопротивляться. Ну, может быть, соглашусь, да, то есть, грубо говоря, то есть, когда мы достигаем какого-то жизненного пика, наверное, я не знаю, ну, то есть, не знаю, когда мы сильные, молодые и уверенные, да, мы обижаемся меньше. Да, я об этом и хотел сказать. Вот, а когда ты становишься старее, наверное, старше, да, у тебя мозги всё меньше и меньше могут контролировать эту обиду, и, наверное, это всё дело вылазит. Так вот... У меня есть такое наблюдение про... ну, то есть, это, конечно, не моё наблюдение, это громко сказано. В целом, закономерность такая, что когда возвращаются обиды, когда они проявляются очень сильно, вот такой вариант сценарного опыта, когда, значит, когда у человека подростковый период, он своих родителей внутренне немножко посылает и обесценивает. Да, даже внешне. И даже внешне, да. Говорит, так это вообще, блин, сначала, потому что для ребёнка мама во всём права, потом, оказывается, мама вообще не права и вообще ничего не знает, а потом он выходит такой в самостоятельную жизнь, где-то барахтается, 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 какое-то своё время там сам по себе живёт, а потом к 40 годам такой садится, да, классика жанра. И говорит, ну, мамка была права. Я вот, когда возвращаются какие-то вот эти вот, там, мои обиды, рэкетные чувства и вот это всё, мне кажется, что то, что он в 40 лет, ну, пришёл к осознанию, что мамка была права, вообще не значит, что мамка была права. Это значит… Просто он стал такого же возраста, как была мамка. Да, во-первых, да, что он стал такого же возраста, во-вторых, его всю жизнь тянул сценарий и, наконец, он его притянул, он дошёл, нашёл достаточное количество подтверждений мамкину установкам и предписаниям и такой, о, точно, мыла права, точно, теперь можно смириться и принять то, что мамка говорила и больше не сопротивляться, например. У нас сегодня много звучит мамка, мамка вообще тут ни при чём, да, что может быть и папка, может быть даже бабка с деткой, это может быть даже воспитатель в детском саду, который заставляет пить какао с пенкой, как я сейчас помню свою детскую обиду. Да, воспитательность, потому что воспитательность в детском саду всегда есть одна добрая, а одна злая. Это как полицейский, почему, почему вот так вот их подбирают, да, или как у меня дочка говорит, вот есть, говорит, учитель русского добрый, а есть вот злой, вот, и вот хоть-то убей, вот почему так получается, непонятно. Так что воспитательность в детском саду может вызывать обиду. Кто ещё? Да, кто угодно. Значит, обида у нас получается такое сложное чувство, оно такое приобретённое, и вообще, наверное, хочется так сказать, что обида бывает, наверное, только у людей. У животных, мне кажется, всё проще. Как думаешь, животные обижаются? Обижаются, ты чё, я тебе пример своей собаки приведу. Ты правда? Я никогда не думал, что животные обижаются. Блин, я видел, знаешь, чё, я видел, я видел несчастных собак, провинившихся, у которых в глазах прямо вина-вина. Вот, вот такая же история. Мой этот маленький негодяй, он иногда нарушает мои границы, когда я сплю, он пытается залезть, мой лап, и как-то я приехал вот из очередного похода, уставший, как собака. Как собака? Лёха, соответственно, отдыхать, а ему любви захотелось, да, за что я ему, ну, я уставший, я ему пошёл, говорю, отсюда, с кроватей вообще далеко. Да. Вот, и он ушёл под кровать и не выходил несколько часов. То есть, я не думаю, чувствую, я не знаю, что он испытывал, вину, обиду или там ещё что-то, но ко мне он в этот день больше не подошёл. Хотя я не бил. Он нагрузил сценарием. Что я хотел сказать? Я хочу сказать, пусть это вот такая будет фраза. Если обижаться умеют даже животные, то давайте сделаем своим человеческим достижением умение прощать. Классно сказал. Тост. Кравки как выстрел. Так вот, для того, чтобы перестать обижаться, во-первых, я думаю, что надо перестать обижать, во-вторых, нужно поговорить со своим обидчиком, а если обидчик недоступен написать ему письмо, можно попробовать понять, почему обидчик таким образом поступил. Ну, самый лучший способ понять, почему обидчик так поступил, это задать ему вопрос, если он доступен. Задавайте свои вопросы в комментариях, если мы кого-то обидели. Не серчайте. Не серчайте. Мы хотим быть прощены. Ставьте лайки, не понравилось, дизлайки. Подписывайтесь на канал, предлагайте новые темы для обсуждения, мы, по-моему, довольно открыты для предложений всегда. Да. Да. Давайте делать вместе интересный контент, проводить время вместе с нашими голосами и с нашими изображениями. Ну что ж. До новых встреч. На этом все. Пока-пока. Пока. 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 Пока.